Добро пожаловать в новую реальность, где искусственный интеллект создает код за тебя. Тебе всего лишь нужно на естественном языке своими словами описать, чего ты хочешь, и ты это получишь. Речь пойдет про большие языковые модели, такие как ChatGPT, Cloud, Geminine, которые в последнее время довольно-таки неплохо продвинулись в плане ходинга. Конечно же, большим языковым моделям до создания полноценного сложного кода еще далековато, и заменить в полной мере программистов они не смогут еще достаточно долгое время. Но прогресс, достигнутый за последние годы, впечатляющий. Если пойдет такими темпами дальше, то, глядишь, и заменят. Итак, сейчас мы посмотрим, какая же LLM на данный момент лучше в плане кодинга. И затем я покажу возможность этой LLM на примере создания несложной игры. Погнали! Посмотреть рейтинг LLM можно на сайте chatlmsys.org. Ссылка будет доступна в описании. И здесь нам нужна вот эта вот вкладочка Leaderboard. И вот тут внизу, где категория, нам нужно выбрать. Ну, тут есть различная категория, то есть можете смотреть, но нас интересует именно кодинг. То есть выбрали кодинг и проматываем вниз. То есть, собственно, вот идет табличка по рейтингу в плане кодинга. Ну, и тут мы видим, да, что на данный момент топовой является код 3.5 Sunnet. Да, если смотреть по очкам, да, то есть она не всего лишь там на 5 очков отрывается от Z54O. Но, на самом деле, даже вот этот разрыв, казалось бы, в каких-то 5 очков, да, с учетом того, что максимальный 1300, ну, да, это отрыв менее чем в полпроцента. Но, на самом деле, это довольно существенно сказывается в итоге на возможности в плане кодинга. Ну, а если смотреть, да, сейчас кроме код 3.5 Sunnet и GPT-4O, следом идет Gimini 1.5 Pro, ну, она уже достаточно сильно отстает, поэтому учтите это. Итак, давайте теперь посмотрим, что я попытаюсь создать. Так, вот такая вот игрушка. Ну, наверное, многие, да, видели ее рекламу, но почему-то с такой вот именно игрушки практически никто найти не может. То есть там делают ее рекламу, а игра, на самом деле, про другую. Ну, то есть тут что, идет змейка, там у каждого куска ее тела там все увеличивается, очки, да, которые, ну, нужно в нее стрелять. И, грубо говоря, чтобы эту часть змеи убить, да, нужно все больше и больше по ней нанести урона. А, как бы, игрок, он может апгрейдиться, да, то есть у него добавляется количество там вот этих вот, кто стреляет. Плюс там апгрейд оружия, да, то есть он наносит больше урона. Ну, и в итоге вот такая вот получается прикольная динамическая стрелялка. Да, конечно, воспроизвести вот так именно, да, красиво сейчас не стоит цель, потому что это нужно, ну, здесь всякие спрайты, да, и так далее. Но мы попробуем, скажем так, схематически, да, то есть, во-первых, мы 2D сделаем, у нас будет графика просто там из всяких квадратиков, пикселей. Ну, может, мы попробуем там красоту навести, но не обещаю. Но вот именно мы попробуем сам механизм, да, воспроизвести этой игры. Ну, то есть создать полноценную игрушку, где у нас будет там, да, кнопка старт, грубо говоря, ну, это веб-приложение будет. Кнопка старт, нажали и поехали, да, пошла змейка, она там, вот эта логика, механика игры работает. Мы стреляем, прокачиваемся. То есть, вот как-то так. Так, ну что, погнали. Итак, собственно, заставлять кодить LLM мы будем на сайте gptunnel.ru. Ссылка будет доступна в описании. Почему gptunnel? Потому что, ну, во-первых, у них тут уже подключен код tunnet 3.5, и они отдельно сделали, промотаю вниз, да, вот создавая игры на AI. AI, используй мощь sonnet 3.5 для создания игр и приложений, используй ассистента. То есть они уже, ну, скажем так, одни из первых, кто поработали над этой, да, то есть у нас тут не голый sonnet 3.5, а уже легкомодифицированный, который создает удобное приложение. Ими можно делиться, они открываются прямо в браузере. Ну, то есть можно уже реально себя ощутить программистом. То есть если вы вообще, как бы, ноль в программировании, мы будем просто писать своим языком, что мы хотим. LLM будет пытаться это сделать. Вот, ну и ввиду того, что она достаточно умненькая, она будет нас в основном понимать. Так, ладно, значит, смотрите. Ну, как на gptunnel зайдете слева, да, не забудьте авторизоваться. Ну, и, собственно, вот тут вниз прокрутить. Да, хочу сразу предупредить, что эта штука, код, да, sonnet 3.5, он платный. То есть мы будем кодить, и у нас будут съедаться денежки с баланса. То есть нужно предварительно его пополнить. Ну, пополнять здесь несложно. Это российский сервис, и мы здесь можем пополнять, да, через карты из России, СПБ, все удобно. И минимальная сумма от 50 рублей. Также в описании к видео будет промокод LADOR100, который будет давать 100% бонусов при первой оплате. Ну, единственное, что, ну, грубо говоря, заплатили 100 рублей, вам 100 бонусов вот этих. Да, единственное, что, вот обратите внимание, что два бонуса это 1 рубль, да, то есть они как бы в два раза быстрее тратятся. И они еще действуют. Ну, так как вы пополнили, вам дается месяц, чтобы их истратить. Вот, ну, в целом, как бы здесь можно, да, не нужно каких-то там больших денег, чтобы попробовать. Поэтому это очень удобно, очень классно. Так, ладно, возвращаемся, значит, на GP Tunnel. Ну, вот здесь можно слева, да, вот это вот нажать иконочку. И вас перекинет на главную страницу. Проматываем вниз и жмем создавай игры на AI. Ну, тут уже, мы видим, кто-то уже создавал, да, вот видите, такие, ну, в основном здесь без какой-то там графики крутой. Потому что, ну, это как бы уже отдельная история. Вот, кстати, воспроизвели эту игру мины. Давайте, кстати, проверим, она рабочая. Оп, о, смотрите, какая прикольная графика, да, типа взрыв. Так, new game. Так, алло. А, все. Ну, слушайте, вроде работает, да, прикольно. А, вот еще стрелялочка, да, такая. Вот видите, start game. Так, ага, все, поехали. Ну, грубо говоря, да, почти как контра. Ну, такая, без графики только. Кстати, вот здесь пол видно, да, что это какие-то спрайты были подтянуты. Ну, видимо, все-таки из каких-то открытых источников LLM можно просить, да, что-то подтянуть. Ну, а оружие, вот эти вот штучки, пули, это просто обычная пиксельная, да, пиксельная графика. Ну, или как там правильно. А, да, вот хочется добавить этот хэдшот сюда. Ну, ладно, в общем, escape жмем. Да, вот тут, видите, можно делиться. А, это код-версия. Да, вот внизу, типа, поделиться, просто кидайте, оно прям в браузере кто угодно может открыть ваше творчество, скажем так, и насладиться. Так, ладно, нам нужно знать, что нам. Нам нужна вот здесь кнопочка. Да, вот она такая розовая кнопочка. Создать. Просит выбрать шаблон. Пустой 2D game, 3D game. Ну, давайте, у нас мы змейку будем 2D делать. 3D не будем, это сложновато. Давайте на примере 2D. Да, потому что нам в первую очередь надо вот тут логику, механику отработать. Так, значит, себя куда-нибудь буду убирать, чтобы не загораживать. Ну, вот, собственно, да, мы заходим в консоль, и нам говорится внизу, да, опишите, как должно работать приложение. То есть, своими словами мы пытаемся описать, и, грубо говоря, LLM будет пытаться это все воспроизвести. Ну, и в чем плюс, да, то есть мы написали, LLM что-то там накодило, да, и мы что-то хотим там поправить, добавить, изменить. Мы просто снова это пишем своими словами, и вот так до того момента, пока нас что-то не устроит. Ну, или у нас там деньги не закончат. Так что вот так, да, по сути программирование без умения программировать. Просто пишем, что хотим. Ну, и пройдет там несколько лет, я думаю, что там прям LLM будут чудеса творить. Мы просто будем там, да, давать ТЗ письменное, и они прям очень круто-круто с первого раза будут делать, что надо. Так, ладно, значит, поехали. Так, у нас игра Змейка, да? Ну, давайте. Да, вот я пишу, как думаем, так и пишем. Конечно, здесь чем лучше вот это текстовое описание задать, тем LLM лучше будет справляться. Поэтому это тоже учтите. Ну, можно начать и прям вот с простых вещей. Ну, с простого описания. Игра по типу Змейки. Ну, хотя я не знаю, зачем по типу Змейки сама... Это не по типу Змейки, у нас только элемент Змейки, да? А, ну вот видите, как, как, да, вот мне нужно описать эту игру. Вот, а как ее описать? Ну, давайте так и опишем. Значит, движется бесконечная змея. Да, а как она движется? Да, вот как-то нужно описать зигзагами. А, тут ты понимаешь, а как же объяснить, да? Движется бесконечная змея зигзагами. У ее, получается, частей, у ее частей есть зеленый запас здоровья. Задача игрока наносить урон Змее, да? Убивая ее, ну как, по частям. Там уже полностью ее нельзя убить. А, убивая ее по частям. Так, что у нас? Эти части, у них все больше, ну, с каждым разом все больше и больше ХП. Короче, делаем как знаем, там будем... А, ЛМ может, конечно, что-то не понять сразу. Будем пытаться заставить ее понять. Все Змеи. Запас. Здоровье. Каждый раз все больше и больше. Да, он там возрастает. Игрок за убийство получает... Убийство частей получает апгрейд оружия или количество выстрелов. Ну, тут, наверное, количество выстрелов и стрелков. Вот как тут, да, описать, когда у нас это количество, там... Кто стреляет, увеличивается. Ну, ладно, надеется, что поймет. Так, что у нас? Цель игры набрать, как можно больше очков. Да, если игрок не убивает ближнюю часть змеи и она его добирается, то... Короче, ну, гейм овер, да. Игра заканчивается. Так, что еще бы нам надо? Ну, основная механика вроде так, да. Тут нам главное, чтобы ламп поняла. А, да, тут надо уточнить, наверное, змея движется сверху экрана. Да, он тут как бы плотными, такими зигзагами, он должен двигаться. Ну, ладно, зигзаг, значит, сверху экрана. Ну, не экрана, наверное, сверху вниз. Надо ставить сверху вниз зигзагами. Гроб находится внизу. Ну, ладно, давайте начнем с этого. Конечно, чем максимально подробнее мы напишем изначально, тем, ну, как бы, с этим дальше будет проще работать. Так, все, нажали вот эту вот, да, кнопочку внизу. Все, да, у нас, видите, пошло трата токенов. Ну, обратите внимание, у меня тут вот это вот в нижнем левом углу, это баллы. То есть, да, баллы они в два раза... Да, два балла один рубль, соответственно, если у вас тут рублей будут, то они в два раза меньше будут тратиться. Так, жесть. Так, змея умирает. А где же гейм-овер? А, гейм-овер. Так, ладно, короче, что-то... Не теми зигзагами движется, да? Нужно, наверное, прям описать сейчас будет, что зигзагами... Как это у нас получается, да? Сначала она идет направо, зигзаг налево, направо, налево. Так, ладно, смотрите, вот здесь в правом верхнем углу, да, вот такой значок, кавычек. Да, если мы переключаемся, мы, собственно, видим код. Вот, что тут написал LLM, но нам по факту заглядывать сюда особо и не надо. Мы ведь не умеем программировать, мы не понимаем, что тут написано. Нам и не надо понимать, что тут написано. Вот, так, смотрите, значит, да, вот после того, как мы, да, какие-то изменения внесли, у нас тут версии, да, V1, V2, V3, ну и так далее. То есть, это вот, это учтите. Ну, то есть, можно как бы возвращаться к предыдущим версиям, если что. Так, ладно, гейм овер. Так, как тут перезапустить ее? Вот, кстати, я переключаюсь, и она перезапускает. Так, почему, почему я тут вверх? То есть, скоро обрезано как-то. Так, ладно, давайте так и напишем. Смести. Так, это у нас сверху, да, надписи пониже. Не, надписи надо уточнить, какие, да. Так, давайте еще раз посмотрим. Там, score, да, вот эту мы не видим. Смести надпись, score. Ну, или, ладно, просто пониже, да. Сильно отдаваться в подробности. Ну, обратите внимание, да, как у нас тратит наш баланс. О, он просто вниз убрал эти надписи. Ну, слушайте, во всяком случае, мы хотя бы видим теперь, да. Ладно, сойдет. Так, 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 так. Так, что нам теперь не нравится? Нам нравится движение змеи, да. Давайте. Змея должна двигаться. Зиг. Загами. Начало. А это что получается? Если она справа, сначала налево до конца экрана, потом поворот и направо до конца экрана. Ну, ладно, давайте так пока подадим. Посмотрим, что она справится или нет. О, смотрите, да, лучше поняла. Так, game over. Ну, вот, смотрите, тут, ну, давайте, ладно, добавим меню. Добавь меню кнопку start game. Да, ну, что-то это нам переключаться каждый раз. Ну, конечно, можно страницу обновить в браузер. Ну, давайте делаем нормально, чтобы у нас были кнопки. Мы, да, запускали новую игру. Там, start game, new game. Ну, сейчас посмотрим. Может быть, на одной кнопке start games. Так, ну, сейчас умрем, да? Давайте постреляем. Нет, вот, слушайте, такое. Почему очки? Где очки перестали? А, нет, смотрите, вот, видите, прошло время и start game. Так, ладно. Так, я должна двигаться очень медленно. Должна двигаться очень медленно. Ну, что же, она летит там вообще. Ну, и вообще сейчас у нас, кстати, сломалось, да? Эти очки не даются. Ладно, мы сейчас все пофиксим. Так, о. Что-то я понимаю, да? Замедлилось. А, нет, кстати, видите, оно очки дает, типа, за... Когда мы вот этот, да, блок сносим. Так, а где наш апгрейд? А, вот, апгрейд. Смотрите, видите, теперь у нас две пули пошли. Слушайте, видите, да, кот-то, что, все он сделал. Ну, давайте постреляем хотя бы там, не знаю, до трех. А, вот, три, видите. Так, ладно, смотрите, нам что надо? Нам нужно, чтобы на этих вот частях змеи, да, квадратиках, количество хп числом, да, показывалось. Сделай, чтобы количество здоровья части змеи оказывалось... А, отображалось, да? Чтобы отображалось числом. Ну, так, тут главное, видите, правильно, а то он сейчас вообще одни... Может, нас неправильно понять, там, как-то просто... Мы же хотим, чтобы число на квадратики, да, было. Змеи отображалось числом на квадратики. Ну, давайте так и напишем, да, я думаю, поймем. Ну, я думаю, вы уже поняли, да, то есть фактически мы просто вот начали с чего-то базового и просто потом докручиваем, докручиваем, да, делаем, что хотим. Менюшки, всякие примочки. Ну, вот у нас опять надписи съехали на себя. Ну, давайте, где число? А, вот, видите, все, вот оно число, мы стреляем, оно уменьшается. Видите, все как в той игре, прямо, да? Слушайте, ну, прям круто. Ну, да, змея, мы хотим, чтобы она шла вот так вот, да, все-таки. Но у нас зигзаг сейчас не такой, как нам нужен. Мы хотим, чтобы расстояние между квадратами было побольше. Да, а то у нас как будто 3D вообще змея, хотя мы тут 2D кодим. А давайте так и напишем, сделай расстояние между частями змеи на, значит, побольше. Давайте просто допишем побольше. Не будем вдаваться в подробности. Сколько именно? Ну, смотрите, там вот надписи съехали, но я думаю, там проще это потом в конце все фиксить. Видите, он тут периодически съезжает все. Слушайте, ну, прикольно, да, вот так шаг за шагом сейчас вообще воспроизведем ту игру, и вообще ее можно будет, да, монетизировать, потому что там реклама есть этой игры, а ее нигде нет. Так, что-то у нас совсем вообще один квадратик. О, ну, он и сделал расстояние, километр. Мы, я хотел, чтобы квадратик за квадратиком прям шел. Так, ну, давайте писать, надо просто, видите, чтобы он понял нас правильно, да, ЛЛМ? Так, сделай расстояние между квадратами, чтобы они касались уголками, да, вдруг была как бы цепочка. Давайте попробуем, может, так поймет. Ну, то есть, видите, тут как бы тоже надо воображение подключать, потому что, ну, представьте, ЛЛМ, она вообще, ну, она догадывается о чем-то, да, видите, она как бы какие-то вещи, мы, может быть, не сильно четко задали, но она как бы поняла и сделала. Но когда мы уже требуем точности, там более точное описание нужно. Так, и где? Слушайте, она стала близо, ну, не поняла, да, что должно именно касаться уголками. Ну, ладно, кстати, мы можем вернуться, да, на ведущую версию, вот, в 7, да, где у нас, получается, друг за другом, да, шла. Да, вот видите, у нас, ну, и как бы просто отсюда начать исправлять, да, так будет проще. Так, ладно, смотрите. Да, ну, так, что нам же надо, как бы, переисправлять там все опять, так меньше затрат будет, если мы просто вернемся к тому месту, где ЛЛМ совсем запуталась. Ну, не знаю, давай попросим, сделай красивый, какую-то красоту наведем, фонд для игры. Да, пусть какой-нибудь там, ничего, вот черное, да, ну, что-нибудь там красивенькое. Может быть, она где-нибудь сейчас там картинку с интернета стырит и подставит. Вообще, надо было написать не просто красивый, да, а какой-то там красивый тематический фон. Ну, или, не знаю, вот у нас там, а, кстати, у нас, да, на той картинке, да, у нас же, что тут, типа, замок. О, смотрите, в менюшке оно сделало. А, ну, и, собственно, в игре. Ну, давайте так и напишем. Сделай задний, да, задний фон, бэкграунд фон игры или средний веток замка. Ну, то есть, видите, мы даже-то согла, ну, что думаем, то и пишем. Понятно, что там 2D, 3D, ну, что, пусть что-нибудь придумает, удивит нас. О, где тут средневековый замок-то, что, типа, ну, ладно, в общем. Ну, я думаю, идею вы поняли, да, то есть по факту мы можем просить чего угодно и вот так вот потихонечку-потихонечку доводить до того, что нам нужно. Так, ладно, смотрите, давайте на этом все, да, основную идею, думаю, вы поняли. Значит, да, V11 у нас последняя. И, получается, где у нас там ссылочка, да, так, давайте вот эту стрелочку слева нажмем. Перейдем в мои. Так, а где тут вот это вот крайняя? А, да, вот так, а как тут переименовать? А, вот, справа вот это меню бургера и жмем опубликовать. Вот название проекта Snake Shooter. А, типа, какую-то картиночку можно. Ну, давайте вот эту змейку и подключим. Типа народка, о, наконец-то, эта змейка заходит, там какая-то пиксельная фигня, да? Ладно, короче, все, публикуем. А, фишка в чем? Просто я сейчас опубликую и это же можно будет брать. Ну, вы можете здесь брать этот проект за основу и, типа, тоже его допиливать, да? То есть, можете любой здесь опубликованный. Ну, вот, жмем сохранить. И, получается, где он там? Так, а что? Ну, давайте сейчас обновлю страницу. А, все, вот, картинка обновилась. Snake Shooter. Так, а где тут этот? Ссылочка, да? Так, настройки. Стройки. Я просто хочу эту ссылку в описании к видео добавить. Так, давайте все. И, так, популярная, свежая. А, так, вот она появилась, да, во вкладке свежая. Так, а что, типа? Ну, вот, видите, вот тут-то можно поделиться. А, потому что это наше. Надо, кстати, попросить разрабов добавить, да, вот эту ссылку. Ну, смотрите, в принципе... Так, сейчас мы проверим. Вот, скопирую ссылку. А, ну да, то есть, смотрите, мы можем просто вручную скопировать ссылку. То есть, вот просто в строке браузера, да, жмем копировать. И вот, допустим, вот я в новой вкладке, да, хочу открыть. Ну, или давайте я открою сейчас вот. Давайте режим инкогнито. В режиме инкогнито. Смотрите. Вот, значит, режим инкогнито, да, я открыл. Ну, то есть, без авторизации на GPTAN. Я просто хочу показать, что это именно сработает, да. Так, себя давайте передвину. Вот, мы скопировали, да, то, что я скопировал. Так, и жмем. Вставляем. Вуаля. Вот она, видите, открывается. Слева мы как бы не авторизованы, но мы можем поиграть. Да, то есть, нажали старт. И все. А, ну вот, кстати, здесь уже поделиться есть кнопка. Ну, в общем, это тут приложение, оно новое. Он будет еще активно модифицировать. То есть, ну, уже как бы вы можете пробовать и, так сказать, осуществить свою мечту программирования, не зная ни единой строчки кода. Так что, вот так вот. Ну, на мой взгляд, это вот прогресс прям круто-круто. И что будет дальше, ну, это прям, боюсь из-за программистов. Также, обрати внимание, в описании к видео есть ссылки на обзоры моих авторских курсов, в том числе по созданию чат-ботов без навыков программирования и промт-инжинирингу. А на этом все. Если понравилось видео, то ставь лайк. Если хочешь быть в курсе новинок, новостей, лайфхаков по нейросетям, то подписывайся на канал. Спасибо. До новых встреч.